Известный военный преступник Игорь Стрелков, он же Гиркин, похоже, присоединился к ЧВК «Вагнер» и находится где-то на Донбассе. Об этом в прямом эфире телеканала «Киев» рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый. Еще есть информация, что Гиркин присоединился к Пригожинской шайке, и они вроде бы там сейчас вместе взаимодействуют и берут новые кадры. В открытых источниках появляется информация. Для Гиркина и для них важно вырваться на Славянск, потому что кровавую бойню на Донбассе они начинали со Славянска, отметил Череватый. О том, что Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший главарь так называемой ДНР Игорь Гиркин, сообщал накануне и Американский институт изучения войны ИСВ. Однако они не говорили об угрозе Славянску, напротив, они думают, что это угрожает Кремлю и лично Путину. Как отмечают военные аналитики, Путин зависит от сил Вагнера в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, который подрывает армию. Так, недавно Пригожин саркастически заявил, что он строит линию Вагнера, чтобы российские вооруженные силы, которые прячутся за спинами Вагнера, чувствовали себя в безопасности. Кроме того, Пригожин часто критикует армию РФ в СМИ, в отличие от Минобороны РФ, которая ограничена в своих публичных заявлениях. Плюсом для него есть и то, что он не занимает официальной ответственной должности. В отчете ИСВ также говорится, что Пригожин, по-видимому, дистанцировался от Кадырова после того, как их совместная критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание. Это, может, указывает на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне недобрения чеченцев его требований в поддержку войны. Напомню, что украинские активисты обещают 40 тысяч долларов за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина, который, вероятно, был мобилизован. А Главное управление разведки Минобороны Украины гарантирует за это выплату 100 тысяч долларов. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин-Стрелков уже находится на территории, оккупированной россиянами Украины. Вместе с тем, в социальных сетях сообщали, что Гиркина не так давно заметили на шоссе в Ростовской области. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии под этим видео.